Привет! Как дела? Сегодня мы с вами будем готовить вот такое вот сладкое традиционное блюдо нашей семьи на Новый год. Эта традиция зародилась еще, когда мы с братом ходили в хоровую студию. И тогда на Новый год нас попросили принести какие-либо сладости к чаю. И мы вот так вот сочно и ярко украсили новогодние сливочные сосиски и принесли на чаепитие. Также и вы, когда идете в гости, можете наделать вот таких вот сливочных колбасок. Мы делаем их маленькими, получаются сосиски. Украсить их празднично в разноцветную бумагу, замотать ленточками и будет шикарный подарок на новогодний или рождественский стол. Как мы их готовим? Сегодня об этом рассказ. Итак, берем мясорубку. Кстати, эту мясорубку мы с братом выиграли в беспроигрышную лотерею в ДКСК, где мы занимались как раз в хоровой студии. Мы купили два билетика по 50 копеек и выиграли целую мясорубку, которая на тот момент стоила 7 рублей. Мы, конечно, ценились в другой приз. Бутылку шампанского хотели выиграть. Уж не помню, сами хотели выпить или родителям подарить. Но вот выиграли такую мясорубку и сейчас до сих пор ею пользуемся. Но тогда мы, конечно, очень обрадовались тому, что мы одни из первых участвовали в розыгрыше лотереи и выиграли, по-моему, это был даже самый главный приз этой новогодней лотереи. В общем, вставляем все детальки в мясорубку и прикручиваем ее к столу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Та-дам! Мясорубка готова. Берем тазик, подставляем. И теперь печенье. Печенье просто сахарное, чайное. Берем 450 грамм печенья. Обычное печенье я купила в Перекрестке. Правда, у меня получилось 600 грамм, но я все ингредиенты немножечко побольше сегодня возьму. И все это закладываем в мясорубку и пытаемся перемолоть. И печенье получается просто песочная такая стружка. Можно просто раздолбить печенье молоточком или чем-то на мелкие кусочки. И потом все это вместе с остальными ингредиентами сложить, и получится красивое, хорошее сливочное тесто. Но пока у нас готово печенье, мы добавляем еще 3 ложки какао. В моем случае это будет 5 ложек. Я, кстати, взяла баварский горячий шоколад. Но все, что у меня было под рукой, у меня нету какао, у меня есть. По-моему, еще с Лондона остался горячий шоколадный. И вот это все перемешиваем и добавляем сливочное масло. По рецепту нужно 250 грамм. Ну, так как я недавно в Редьюсе купила 2 пачки шоколадного масла, там чуть ли не по 20 рублей, я беру обе пачки, там где-то получилось 360 грамм. И добавляем сахар. Я, как всегда, сыплю на глазок по вкусу. А по рецепту должно быть всего лишь 150 грамм. Ну, так как само по себе печенье очень сахарное, сладкое, то этого хватит. И добавляем еще немножечко молока или взбитых сливок. 5 столовых ложек. Ну, я, как всегда, лью на глаз. Вываливаем все это из миски на стол. И стараемся сделать тесто. Ой, какое вкусное получилось. Прямо пальчики обложишь. Вот такое. Вот, принарядилась. Теперь берем мишуру. Бумажки разноцветные. И, собственно, колбасу. Вот такая вот колбаса получилась. И в разрезе она смотрится вот так. Отрезаем кусочек. Точнее, опламываю. Свертываем. Сосисочку. Свертаносик. Вот тут вот здесь. И заворачиваем бумажки. Свертываем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот такие вот сосиски получаются Немножечко бумага пропитывается масляным жиром Поэтому если вы их возьмете в качестве презента, подарка Или просто на стол в гости То лучше изначально завернуть в фольгу А потом уже в разноцветную бумагу Когда выложите эти сливочные сосиски на стол Можно еще украсить мишурой Или какими-то мелкими украшениями Типа шариков или вот такими вот снежинками, как у меня Получается достаточно интересное, красочное, праздничное блюдо на стол Ну и также сладости для детей, которые создадут очень яркое, праздничное, новогоднее настроение Праздник с такими вот яркими, красочными и сочными сливочными сосисками Запомнится на всю оставшуюся жизнь не только вашим детям, но и вам Ну вот, сложила я в корзиночку, дотащила до дома И теперь в морозилку Здесь, на место, вот сюда Скидаем Они должны полежать в морозилке Такие разноцветные праздничные тучки Вот, а эти две лишние остались Я их просто в фольгу завернула Такие вот колбаски Тоже пусть замораживаются Вот так вот лежат в морозильнике До Нового года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова